Шила Праупада приехал в Нью-Йорк в одиночку и без средств, но сразу же начал работу по приобретению солидного здания для храма на Манхэттене. То, с каким рвением Шила Праупада осуществлял этот план, повторяет путь бахтистанты Сарасвати Такура, который направлял значительные, но оказавшиеся в конечном счёте бесплодными усилия на открытие представительного храма в Лондоне. В этом и многих других событиях зафиксированы бесчисленные свидетельства того, как чётко Шила Праупада ориентировался на пример поведения своего духовного учителя. Вместе с тем, если говорить о верности, то два высшей степени значимых поступков Шила Праупада выглядят явным отклонением от нормы. Его решение продолжать свою деятельность за пределами созданной его духовным учителем организации и основать своё международное общество знания Кришны, а также то, что через два года после учреждения ИСКОН он принял на себя титул, который носил его духовный учитель Шила Праупада. Шила Праупада так называли также бахтистанты Сарасвати Такура. И то, и другое вызывало критику со стороны его духовных братьев. Однако тщательное изучение этого начинания, своего рода перезапуска и восстановления миссии Махаправу показывает, что оно было актом исключительной верности Шила Праупады, к примеру, своего учителя, иначе и быть не могло. В действительности Шила Праупада вначале предлагал Гаудио Матху взять под своё покровительство его никем не поддерживаемую миссионерскую деятельность на Западе. В письме из Нью-Йорка от 8 ноября 1965 года он призывал к сотрудничеству своего духовного брата Бхакти Виласа Киртху Махараджа, тогдашнему главу Шри Читания Матха в Майапуре. Ранее он был известен под именем Кунджа Бихари Дас и до посвящения связан с миссией Рамакришны. Его мирская компетентность и управленческие навыки побудили Бхстанса Распаде Такура назначить его секретарём и управляющим всего Гаудио Матха. То есть он был очень хорошим менеджером на самом деле, вот этот Кунджа Бихари Дас. Позже его сделали Ачари. Это письмо Шила Праупады стоит процитировать здесь целиком. Шила Праупада пишет. «Я вижу здесь хорошее поле для работы, но я один, без помощников и денег. Чтобы открыть здесь центр, мы должны иметь собственные здания. У миссии Рамакришны или любой другой миссии, которая проповедует здесь, есть свои собственные помещения. Так что если мы хотим создать здесь центр, нам тоже нужен свой дом. Чтобы приобрести здание, нужно заплатить по крайней мере полмиллиона рупий или 100 тысяч долларов. А для современной отделки храма потребуется ещё 200 тысяч рупий. Если постараться, то эти деньги можно найти. Я думаю, что если вы возьмёте на себя ответственность за открытие Матха и храма здесь, то я смогу сделать их финансово независимыми. Существуют сложности с обменом валюты. И я думаю, что если у вас нет специального механизма для открытия филиала читания Матха, то перевод денег будет затруднительным. Но если вы сможете сделать это с помощью бенгальского или центрального правительства, то у нас будет хороший шанс открыть центр в Нью-Йорке. Без собственного помещения мы не сможем открыть свой центр. У меня это займёт много времени, но для вас это очень легко. Калькутские марвари, торговцы-растовщики, в ваших руках по милости шилы-проупады. То есть здесь имеется в виду баксанцы Сарасвадь и Такура. Если захотите, вы сможете сразу же получить миллион рупий и открыть центр в Нью-Йорке. Если появится один центр, то я смогу открыть много других. Такова возможность сотрудничества между нами. И я буду рад узнать о вашей готовности к такому сотрудничеству. Я приехал сюда, чтобы изучить ситуацию, и нахожу её очень благоприятной. Если вы согласитесь сотрудничать, то всё сложится очень хорошо по воле шилы-проупады. Опять же имеется в виду баксанцы Сарасвадь и Такура. Если вы согласны, то я готов быть просто одним из служащих Шри Майя Пурчи и Таня Мадха. У меня нет амбиций. Я не хочу становиться собственником какого-либо Мадха или Мандира, но я хочу, чтобы центры работали. Я работаю день и ночь над своим Багавадом, и мне нужны центры в западных странах. Если я сумею открыть центр в Нью-Йорке, то моей следующей целью будет открытие центра в Калифорнии, а затем в Монреале. Перед нами огромное поле для работы, но, к сожалению, мы впустую тратим время на ссоры друг с другом, в то время как миссия Рамакришны с её ложным учением открыла свои центры по всему миру. Эта миссия не особенно популярна здесь, в западных странах, но они провели замечательную проповедь, в результате которой стали просветающие организации в Индии. Противоположность им, люди Гаудио Мадха голодают. Теперь нам пора опомниться. Если это возможно, объединитесь с нашими духовными братьями и давайте предпримем совместную попытку проповедь и учения Гаора Харии в каждом городе и деревне, в западных странах. Если вы согласитесь сотрудничать со мной, как я описал выше, то я продлю свою визу. В противном случае я буду вынужден вернуться в Индию. Сейчас мне нужны несколько хороших помощников. Они должны быть образованными, уметь говорить на английском языке, а также хорошо читать санскрит, потому что проповедь на двух языках здесь, на английском и санскрите, будет высоко цениться. Я думаю, что под вашим руководством каждый центр наших духовных братьев должен отправить сюда подходящих учеников, и им следует согласиться работать под моим началом. Если все получится, то вы увидите, насколько наш любимый Шила Праупада, опять же имеется в виду Бакшистан Сарасхати Даккур, будет удовлетворен всеми нами. Я думаю, что мы все должны забыть прошлую братоупийственную войну и начать действовать вместе ради высшего блага. Если другие не согласятся, то сделайте это сами. Я к вашим услугам. Вот такое письмо Шила Праупада написал тогда самому главному из всех ачариев, которые были в Гаудио Матхе в то время. То есть Гаудио Матхе разделился уже на несколько частей, но Читания Матхе возглавлял этот вайшнав. Вот и Шила Праупада написал ему такое искреннее послание, чтобы как-то попытаться вокруг миссии опять объединить всех духовных братьев. И сам готов был играть вот такую смиренную роль просто слуги, которые помогают миссии развиваться на Западе. 23 ноября Шила Праупада вновь послал письмо Киртхе Махараджу, на этот раз описав конкретное здание и указав сумму первого взноса. Он добавил, «Я думаю, что вы сможете быстро собрать эту сумму и прямо сейчас открыть в Нью-Йорке отделение Башева, Шри Чайтания Матха, или филиал под названием Нью-Йоркский Гаудио Матх. Когда перед Шилой Праупадой встала перспектива получения большого пожертвования из Индии на открытие храма, он обратился к Бон Махараджи и Киртхе Махараджи с призывом предпринять особые действенные меры, чтобы получить требуемую санкцию правительству на вывоз денег в Америку. «Всё есть», — писал он Киртхе Махараджи, «А именно, здание, спонсор и моё скромное служение. Теперь вы должны внести последний штрих, потому что вы самый любящий ученик его божественной милости». То есть, похоже, Шила Праупада даже спонсора нашёл, кто готов был деньги дать, и он просто просил своих духовных братьев, чтобы они просто помогли эти деньги, то есть договорились с правительством, чтобы эти деньги перевезти в Америку, конвертировать в валюту. В то время это было очень сложно. Шила Праупада продолжает. «Я думаю, что такова воля Шила Праупады, то есть Бакистан Сарасвати Токура. В этой великой миссии я мог бы приобщить свои скромные усилия к вашему ценному служению. В конечном счёте отчаянные попытки Шила Праупады наладить сотрудничество с двумя его духовными братьями оказались тщетными. В отличие от них, некий молодой ученик одного из духовных братьев Праупады, Брамачари по имени Мангал Нилой, написал Шиле Праупаде письмо, в котором выражал своё восхищение его деятельностью и стремлением помочь. К сожалению, духовный учитель Мангал Нилойя Мадхава Махараджа не разделял энтузиазм своего ученика. Праупада попросил Мангал Нилойя, чтобы тот побудил Мадхава Махараджа добиться от индийского правительства санкции на выброс валюты. Но следующее письмо Мангал Нилойя непроизвольно выражало неприязнь к Шиле Праупаде, ещё одного из его духовных братьев. Ответ Праупады был предельно откровенным. Это было 23 июня 1966 года. Шиле Праупада пишет. «Я попросил об этом помощи в выделении средств Шрипаду Бон Махараджа, но он отказал. Я попросил Шрипаду Кирху Махараджа, и тот снова обещал встретиться с президентом и министром финансов, но не сделал этого. Поэтому я вынужден обратиться через вас к Шрипаду Мадхаве Махараджу с просьбой немедленно встретиться с президентом и министром финансов по поводу моего заявления, принятого посольством Индии в Вашингтоне. Вы написали в своем ответном письме, что хотите сначала присоединиться ко мне, а потом поговорить со Шрипаду Махараджи. Это он пишет его ученику. Иначе он запретит вам ехать в эту страну. Вы думаете, что не сможете сотрудничать со мной до своего приезда сюда? Почему? Разве проповедь в Америке — это мое личное дело? Шила Праупада Бакшинанта Сарасвати хотел строить в других странах храмы для распространения послания Шишарупы и Рагунатхи. А я стараюсь выполнить его желание здесь. Деньги есть, возможности открыты. Если встреча с министром финансов может поспособствовать этой работе, то почему мы должны ждать? Просто потому, что ты не можешь поговорить со своим гуру Махараджи и попросить его о помощи, боясь, что он запретит тебе ехать? Пожалуйста, не думай так. Отнесись к этому, как к делу Шилы Бакшинанта Сарасвати так хура Праупады. Нам надо сотрудничать, действуя в этом настроении. Миссия Гаудио потерпела крах. Последние два предложения в высшей степени актуальны для нас в ИСКОН. Над ними стоит задуматься. В первом предложении Праупада формулирует два существенных условия духовного успеха. «Отнестись к этому делу Шилы Бакшинанта Сарасвати, а не моему или вашему». И воодушевлённые этим настроением мы должны сотрудничать. В следующем предложении Бакшинанта Сарасвати прямо говорит о последствиях пренебрежения данными указаниями, провале миссии. В 1966 году Шиле Бакшинанта Сарасвати пришлось сделать для себя неприятное открытие. Духовный кризис, ставший причиной развала Годио Матха, не разрешился и через три десятилетия. Когда все надежды на сотрудничество со стороны спонсоров, правительства и духовных братьев рухнули, Шиле Бакшинанта Сарасвати был вынужден начать всё с нуля, самостоятельно, в одиночку. Сохраняя твёрдость духа, он написал «Мангал Нилою» нет необходимости искать помощь от кого-либо. Такова главная предпосылка возникновения Международного общества сознания Кришны. Другой составляющей этого процесса стало исполнение Шилы Праупады духовного заказа, которому содействовало постоянно растущее число молодых американцев, проявляющих искренний жгучий интерес к учению Господа читаний. Что ещё оставалось делать в Праупаде? Впервые, отправляя письмо Тирхи Махараджи с просьбой о сотрудничестве, в ноябре 65-го года, сразу после прибытия в Нью-Йорк, он писал, что духовным братьям нужно действовать сообща. И цитата из письма. «Такова возможность сотрудничества между нами, и я буду рад узнать о вашей готовности к такому сотрудничеству. Я приехал сюда, чтобы изучить ситуацию, и нахожу её очень благоприятной. Если вы согласитесь в сотрудничестве, то всё сложится очень хорошо по воле Шилы Праупады, Бхагстан Сарасвати Такура. Если вы согласны, то я готов быть просто одним из служащих Шрим Майя Пурчитани Мадха». Такой Шилы Праупада готов был занять положение. После того, как получатель этого письма, как и многие другие, отказался сотрудничать, Шилы Праупада основал свою собственную организацию. За это духовные братья осудили его. В своём письме, направленном около двух с половиной лет спустя, секретарю миссии Гаудио в Калькутте, Шилы Праупада опять затрагивает ключевую тему сотрудничества. И это слово снова и снова звучит в его письме, как барабанная дробь. Он говорит об отсутствии сотрудничества не только ради того, чтобы упрекнуть своих духовных братьев, но и за тем, чтобы искусно доказать необходимость основания им искон. Шилы Праупада написал следующее. «В своей деятельности по распространению миссии Шилы Праупады Бхагстан Сарасвати Такура Махараджи я готов сотрудничать с миссией Гаудио во всех отношениях. Но я не знаю, на каких условиях вы готовы сотрудничать со мной. Я же готов принять любые условия ради полноценного сотрудничества с вами. Итак, я буду рад, если вы сообщите о том, что нужно сделать, чтобы мы могли сотрудничать. Я целиком готов сотрудничать и с нетерпением жду вашего ответа. Что касается моего создания отдельной организации Международного общества Сознания Кришны, то это было неизбежно, поскольку никто из наших духовных братьев не сотрудничает друг с другом. Каждый управляет своей собственной организацией, и даже между миссией Гаудио и Гаудио Мадхам существует разногласие. Поэтому если теперь мы сможем объединиться, то я буду первым, кто с радостью примет эту благоприятную возможность. И даже если только миссия Гаудио отдельно от других захочет сотрудничать со мной, то я готов принять это сотрудничество в любом виде. Поэтому, пожалуйста, сообщите мне ваши условия сотрудничества, и я буду рад рассмотреть их. Через три дня после отправки своего ответа Шила Пропада в письме своему ученику Брамананди Дасу рассказал, что он думает по этому поводу. Что касается письма секретаря миссии Гаудио, доктора Шемасундары Брамачари, то я ответил просьбой сообщить мне их условия сотрудничества, о которых тот упоминал. Посмотрим, что у них за условия, хотя, по-моему, это дело безнадежное. Тем не менее, ты же знаешь, я никогда не теряю надежды ни при каких обстоятельствах. Так что я веду переговоры с ними, пытаясь понять, как мы можем сотрудничать. Следует отметить, что Шила Пропада продолжал прилагать усилия для налаживания сотрудничества с членами Гаудио Матха вплоть до своего последнего вздоха. И пояснение такое, что последние два месяца на планете Шила Пропада тратил время и энергию на создание благотворительного траста Бхактибедан-ты-свами с целью объединения семьи последователей бахстан-сарасвати-такура в совместных усилиях по восстановлению и развитию Гаураманда-лыбхуми. Вот такой занимался деятельностью Шила Пропада. В общем, он хоть как-то хотел их объединить. Его упорство в этом деле является доказательством приверженности Шила Пропады наставлением своего духовноучителя. Таково настроение Пропады, заключённое в его словах. «Это дело безнадёжное, но я никогда не теряю надежды». Настойчивость, с которой Шила Пропада в своих письмах говорит о сотрудничестве, свидетельствует о том, что само это слово имело для него особое значение. Следует немного поразмышлять над этим. Английское слово «сотрудничество» происходит от латинского корня, означающего «трудиться вместе с с». Но в наставлениях Пропада этот термин обогащается глубоким духовным смыслом. В своей лекции в Сиэтле в 68-м году Шила Пропада с характерной для него простотой объяснил его значение. Когда вы делаете что-то в сотрудничестве с Господом, это называется «бхакти». Пропада подчеркивал, что сотрудничество с Кришной в высшей степени добровольный процесс. Мы — Личности, Кришна — Личность, и в наших отношениях с Кришной всегда присутствует добровольное согласие. Это добровольное отношение, когда я думаю, да, Кришна, я с радостью буду сотрудничать. Но такая готовность подчиняться возможно только если есть Любовь. Нельзя силой заставить меня что-то делать. Если же есть Любовь, то я с радостью буду всё делать. Это бхакти, это сознание Кришны. Сотрудничество — есть жизненный принцип всех здоровых общественных отношений и высшая сфера его применения в отношениях с Богом. Господь — в высшей степени Личности, и потому Он в высшей степени социален. Ведь качества Личности проявляются только в отношениях с другими индивидуами. По этой причине, как много раз говорил Праупада, Кришна никогда не бывает один. Однажды Он заметил, когда мы говорим о Кришне, то имеем в виду Кришну и Его преданных. Более того, преданные Господа становятся неотъемлемой частью Его Личности. Об этом свидетельствуют имена Кришны, которые часто включают в себя имена Его близких преданных. Яшода Нандана, Романуджа, Радха Романа и так далее. Таким образом, высшей степени абсолютное одновременно является и в высшей степени относительным, взаимодействуя с преданными во всём многообразии их индивидуальностей. В конечном итоге всё это многообразие включается в более совершенный союз, а трансцендентная относительность проявляется как общество чрезвычайно гармоничного сотрудничества, по мере развития которого постоянно увеличивается красота, богатство, блаженство и знания, присущие Господу и Его спутникам. Говоря о спасении, Гаудио Вачнавы подразумевают воссоединение с этим бывшим сообществом, когда им позволено, например, войти в круг шести госвами или тех гофи, которые могут служить Рати Манжари или Валити Сакхи. Противоположность этому проклятия — это изоляция и исключение из общества. Нас, отчуждённых, не склонных сотрудничать с живых существ, изолированных в непроницаемых стенах одиночной камеры своего эгоизма, всегда призывают вернуться и снова стать полноценными членами этого трансцендентного общества. Бхакти-йога является практикой, которая делает нас достойными его. С помощью бхакти мы всё больше воссоединяемся с трансцендентной средой, становясь ближе к Кришне и его спутникам и одновременно с этим стараемся привести с собой других. «Это самая воздушная йога», сказал Шила Прабхада в 68-м году в Сан-Франциско. Развивая движение сознания Кришны, вы будете практиковать высшую ступень йоги. Пусть так называемые йоги не сбивают вас с толку. Вот она йога. Йога означает сотрудничество, сотрудничество со Всевышним. Бхакти — это йога сотрудничества. Из всех духовных сообществ в мире движение Сан-Киртаны самым совершенным образом ведет нас к трансцендентному сотрудничеству. Поскольку Сан-Киртана — это юга Дхарма в наш век вражды, мы вернемся в царство Кришны не индивидуально, не по отдельности, а все вместе. «У нас там будет еще один Искон», — писал Шила Праупада. Таким образом, основание Праупада Искон было неизбежным из-за отказа Гаудио Матха сотрудничать. Новая, но необходимая организация была тщательно продумана Шилой Праупадой, который верно перенял вот эту модель уже безнадежно развалившегося учреждения своего духовного учителя. Основание Искон в июле 1966 года оказалось всего лишь первым из пяти последовательных ключевых шагов в восстановлении движения Господа Чайтани. Летом 1966 года организация, носившая громкое, если не сказать высокопарное название Международного Общества Знания Кришны, состояла из пожилого человека 70 лет, горски разношерстной молодежи из-за худалого магазинчика. Но семя было посажено и оно даст всходы и принесет плоды. Прошло примерно четыре года и в Искон появились все необходимые элементы, чтобы он смог выполнять функции Гаудио Матха. Ари Кришна! Здесь можем чуть-чуть приостановиться. Такой интересный исторический экскурс. Вот как Шила Парупада пытался возродить сначала миссию Гаудио Матха и готов был просто быть слугой этой миссии под руководством своих братьев, которые возглавляли Гаудио Матх в Индии. Но никто не согласился. В то время Гаудио Матх был разбит на две основные группы. Миссия Гаудио и Гаудио Матх назывались. И та и другая линия они отказали фактически. Не стали сотрудничать. И тогда Шила Парупада даже нашел спонсора сам уже. Но они даже не помогли помочь с правительством договориться. Ситуация была такая. Поэтому Шила Парупада он понял, что надо просто заново все делать. и начал с нуля. То есть в этом магазинчике он зарегистрировал в Международном Общесовнании Кришны без денег, без ничего. Едва-едва собирая деньги, чтобы платить аренду. В дневниках можно видеть Шила Парупада в то время. Он буквально там пишет, что 72 доллара что ли они платили за этот магазинчик. Вот. в общем они с трудом собирали эти деньги. Но тем не менее потихоньку Шила Парупада продолжал подоповедовать и движение начало развиваться. Вот. Ну вот такая как бы история. Конечно когда Шила Парупада зарегистрировал ИСКОН отдельную организацию и стал основателем Ачарии вот еще имя Шила Парупада взял это возбудило его духовных братьев. То есть они осуждали Шила Парупада не понимая его замысла но Шила Парупада он просто воссоздавал по сути дела вот эту миссию Гаудио Матха которая была потеряна к сожалению вот там в Индии вот это было его таким полной преданностью делу своего духовного учителя. Ну если что-то хотите обсудить давайте мы можно пообсуждать что-то. да Деварата праву пожалуйста Арик Кришна примите пожалуйста мои смиренные поклоны значит практически когда Парупада писал эти письма это уже через 30 лет после ухода Бахстанта Сарасфаты Парупады значит он писал письма Бон Махараджи как я помню я хочу уточнить ошибаюсь или не ошибаюсь Бон Махараджи был отправлен Бахстанта Сарасфаты как один из миссионеров на западе Бон Махараджи да и результаты результаты некоторых несоответствующих действий Бахстан Сарасфаты был разочарован разочарован они ничего не смогли сделать и плюс у них не было веры что это возможно вот это очень разочаровало Бахстан Сарасфаты и я даже слышал как раз вот неизвестная история из этого семинара что Бахстан был очень очень даже рассержен на Бон Махараджи и он даже называл его не совсем таким именем и после этого значит еще 30 лет прошло и Прабхупады еще были надежды что это не поддерживает в принципе или или как это или это было в принципе да это была попытка скорее всего хотя он считал что это безнадежно да Шима Прабхупада пытался то есть он очень полезно переживал то что его духовные братья вот так вот фактически сражались друг с другом за имущество его духовного учителя вот на самом деле там никому ничто никому не принадлежало все принадлежало бог сенсоросвати все это его шахте было сделано все имущество это было его тело да как вот было описано Годио Маха это тело бог сенсоросвати это все было раздербанено ну как раз разделено на разные на разные вот эти вот группы вот к сожалению вот оно так проявилось и Шила Прабхупада пытался это воссоздать при этом все они замечательные преданные были то есть индивидуально как бы замечательные но вот это вот непонимание замысла бахтисанта саросвати вот и как принятие вот этой концепции традиционной что должен быть ачарья обязательно в центре оно привело к тому что был назначен один ачарья но другая группа не согласилась началось какое-то противостояние потом группа разделилась на две части начал начали делить имущество вот судебные процессы начались и вот они продолжались я не знаю сейчас они завершены или нет но в то время еще пришли Прабхупаде они продолжались эти судебные процессы еще вот поэтому Шила Прабхупада тем не менее пытался их как-то воодушевить чтобы они оставили эту межу соплицу и объединились в этой миссии то есть он думал воссоздать по сути дела гаудиоматх гаудиомиссию эту гаудиоматх но к сожалению не получил поддержки поэтому Шила Прабхупада он как он просто основал заново эту организацию заново развил эту миссию вот но даже до конца до последних своих дней он пытался как-то ну все равно попытаться объединить духовный брат Махараш сама идея коллективного управления организацией сама аббревиатура GBC это была идея вакцината Сарасфата такую и даже при его жизни частые учеников и большая частая учеников пошли против своего духовного учителя ну будем говорить прямо и откровенно так сказать в узком кругу пошли против воли своего духовного учителя а после этого как они вообще выступают их наследники как выступают от имени бахтистанта Сарасфата как-то уже очень не соответствует реально ну это несправедливо просто-напросто ну я не думаю что мы имеем право как-то осуждать сейчас мы просто исторический факт как бы мы можем говорить но не стоит нам обсуждать наверное вот я думаю что они в любом случае преданные в определенном как бы ну сфере но с точки зрения вот этой международной миссии они как бы не не выполнили как бы желание да то есть бахтан Сарасфатин но тем не менее они каждый из них что-то пытается делать проповедовать то есть там идет какая-то проповедник но в Индии в основном вот поэтому ну как бы не стоит это как бы не наш уровень осуждать таких старших преданных мы просто прочитали то как Шила Прабхупада это все видел вот чтобы мы знали историю и понимание почему Шила Прабхупада основал искон чтобы если мы столкнемся с какими-то вот такими как бы обвинениями потому что они до сих пор могут еще ходить что Шила Прабхупада там что-то сделал не то как бы да то есть вот такое вот то мы понимали всю эту предысторию и что на самом деле сделал Шила Прабхупада я на самом деле вот прочитал эту книгу до конца тут понял вот этот удивительный просто Шила Прабхупада он просто один в один воссоздал Годиумадх вот но уже как бы в новой организации развив это движение и очень заботился чтобы оно не было разрушено очень переживал за это именно из преданности своему духовному учителю Ария Кришна так ну что еще немножко почитаем да да конечно вот дальше соответственно продолжение этого комментария идет под заголовком международного общества знаний Кришны это было совершенно новое название для только что созданного общества аббревиатура получилась довольно изящной искон хотя название ново оно восходит к двум очень старинным словам которые указывают на то что общество пусть даже недавно созданное увековечивает свое древнее и современное наследие будучи тесно связанными с ними сам Шила Прабхупада объяснял что этот английский неоголизм сознания Кришны является переводом санскритского слова Кришна Баванамрита он писал наше движение сознания Кришны называется Кришна Баванамрита Санга Санха что значит сообщество людей которые черпают удовольствие в размышлениях о Кришне читатель может удивиться а где же в сочетании Кришна Баванамрита Санга это слово международный но Прабхупада утверждает что в действительности это присуще Кришна Баванамрите и цитата Шила Прабхупады тот кто погружен Кришна Баванамриту не просит у Кришны ничего материального вместо этого он молит Господа по одном благословении позволит ему распространять славу Господа по всему миру сознание Кришны не только дарует блаженство преданным обладающим этим сознанием но и побуждает их делиться им распространяя его по всему миру с учетом сказанного становится ясно что слово Кришна Баванамрита отсылает к важному стиху из читания Черитамриты Антиалила 16.1 Вандэши Кришна Чайтаньян Кришна Баванамритан Хьяях А вас свадья свадаян Бактан Преима Дикшан Ашик Шаят Я почти не склоняюсь перед Шри Кришна Чайтане Махаправу который сам вкушал нектар экстатической любви Кришне и учил премных тому как делать это тем самым он дал всем возможность ощутить вкус экстатической любви Кришне и посвятил премных трансцендентное знание Природа экстатической любви Кришне Чайтане Махаправу такова что он сам наслаждается ею и побуждает других это делать Вайшнавы которые таким образом обретают Кришна Баванамриту одновременно вкушают ее и раздают другим так общество сознания Кришны естественным образом становится международным в первой строке этого стиха из читания Чаритамриты появляются два имени Махаправу Кришна Чайтане и Кришна Баванамрита они почти синонимы поскольку оба указывают на того чье сознание погружено в Кришну поэтому и то и другое можно перевести одинаково тот кто погружен в сознание Кришны таким образом в названии общества основанного Шилой Прабхадой зашифровано имя Господа Чайтане переведенное на английский язык как сознание Кришны вы когда не слышали об этом что сознание Кришны оказывается имя Господа Чайтане удивительная Руслан Махараш говорил однажды об этом просто удивительно Шри Кришна Чайтане спасибо еще одним историческим прародителем международного общества знания Кришны является Вишва Вайшнава Раджа Сабха эти слова появляются в торжественной декларации завершающей каждую книгу Шатсандарбхи Шилы Дживы Госвами Слово Сабха означает общество Слово Вишва означает весь мир или международное Слово Вайшнава Раджа буквально означает царь Вайшнавов то есть указывает на Господочитание о чем писал Шрида Бхасанс Расвати Такур Санджана Тошани статье публикующей о возрождении общества в 1919 году и он писал следующее Шричитание это сам Кришна Чандра царь Вайшнава всего мира Вишва Вайшнава Раджа а собрание его прерывных является Шри Вишва Вайшнава Раджа Сабхай если слова сознания Кришны в названии организации правопады указывают на имя Шри Кришна Читании и Вайшнава Раджа тоже означает Кришна Читанию то это значит что название международное общество сознания Кришны также воздает дань уважения Вишва Вайшнава Раджа Сабхи если под Вайшнава Раджей понимать Вайшнава в достигших высокой ступени сознания Кришны то английское название выбранное Шилой правопады для своей организации будет не менее точным в любом случае название международного общества сознания Кришны рождает целую сеть аллюзий или ассоциаций указывающих на организацию которая остается глубоко связанной с наследием традиции Гаудио Вайшнава и питаемой им в то же время эта организация оживляет традицию чтобы вывести ее на мировую сцену в преобразованном виде более эффективном для международной проповеди создавая искон Шилопраупада оставался верен своим великим предшественникам в его традиции в 1919 году его духовный учитель возродил Вишва Вайшнава Сабху организацию Бахнюнот Такура восстановил ее изначальное название Вишва Вайшнава Раджа Сабха поэтому в случае Бахстан Сарасвати Такур говорил что иногда иллюзия покрывает вечно существующую Вишва Вайшнава Раджа Сабху которая не зашла в этот мир с Махапрабу и его спутниками однако могущественные Вайшнавы вновь разжигают ее пламя рассеивая тьму этого мира после ухода Шилы Вишваначи Каврати Такура и Шилы Баладевы Видябушины обнаружить Вишва Вайшнава Раджа Сабху было практически невозможно пока в 399 году Эры Гаурабды Эры 1885 год блестящая звезда на небосводе Вселенной Вайшнавов вновь не высветила ее этой яркой звездой был Шилы Бахтиминон Такур слуга царя Вайшнавов который наполнил возрожденную и обновленную Сабху духовной энергией и новыми достижениями В 1919 году Бахстан Сарасвати Такур преобразовал и активизировал Вишну Вайшнава Раджа Сабху введя в традицию Гаудио Вайшнава организованную монашескую проповедь Саньяси и Брамачари центром которой стали храмы его миссия быстро распространилась по всей Индии и даже предприняла первую попытку штурма Европы Но этому свету было суждено снова погаснуть на долгих 30 лет Лишь в 1966 году в Нью-Йорке в одиночку установил свою традицию на Западе и обнаружив что то что осталось от Гаудио Матха стало бесполезным Шила Праупада следуя по стопам своих прославленных предшественников возродил и активизировал сияющую Вишну Вайшнава Раджа Сабху представляющую теперь в обновленном образе представлявшую теперь в обновленном образе и под новым названием а представшую теперь в обновленном образе и под новым названием как международное общество сознания Кришны то есть тоже очень интересно Шила Праупада вообще гений вот каждый раз поражаешься да то есть вот насколько же он все очень точно мог выражать и делать вот совершенным образом все даже название вот это оно ну как бы оно рождено да то есть это плод похоже такой духовной медитации это кришна откровение дает наверное вот назвать так организации фактически включить туда предыдущее название вот этой вот байшнава раджа сабхи которая была как говорится здесь в этом тексте вечно существует она пришла вместе с господом читаний и она так сказать продолжает существовать допусти вот шила пропадом воссоздал ее уже на таком международном уровне вот и еще один термин это шила правопада тоже почему шила пропада себе такой да и как это получилось давайте тоже почитаем учеников становилось все больше они получали посвящение открывались новые и новые храмы в сан-франциско монреале лос-анджелесе бостоне и другие последователи шила правопады преуспели в науке ученичества и по мере своего совершенствования стали больше понимать своего учителя подобно тому как маха мантра постепенно открывает себя тому кто правильно ее повторяет духовный учитель раскрывается ученикам которые должным образом следует его наставлениям в результате на смену с вами и с вами же пришел шила правопада это произошло случайно бостоне говинда даси вспоминает мы все знали его как с вами же это длилось до мая 1968 года гора сундара муж говинда даси решил назвать меня говинда джи и спросил об этом шил у шила правопада шила правопада ответил нет на самом деле джи это третий сортная форма обращения лучше не называть ее говинда джи я сидела прямо перед ним и спросила если это третий сортная форма обращения то почему мы вас называем с вами джи он ответил это не так важно но я возразила о нет это очень важно если это третий сорт то мы не хотим вас называть так мы хотим обращаться к вам только самым лучшим образом пожалуйста подскажите нам каким образом каким должно быть хорошее обращение он был очень скромным и не хотел говорить но я упросила его мы должны изменить ваше обращение к вам тогда он сказал вы можете называть меня гуру девой или гуру махараджи или правопады я сказал но здесь же три варианта а нам нужен один какой из них лучше и тогда он ответил шила правопада лучше всего тогда сегодняшнего дня мы будем называть вас силой правопады так и так я и передала всем преданным некоторым из них не понравилось новое имя потому что его было не просто выговорить правопада то время как с вами джи произносилась очень легко так или иначе с этого времени мы постепенно стали называть его с вилой правопадой то есть вот так появилось имя шила правопады это произошло ненавязчиво и случайно сама перемена была моментальной будь это титулы гуру дева или гуру махараджа все было бы иначе поскольку оба они широко распространены однако титул правопада исключителен это слово встречается читание чаритам рики его произносит каши мишра называя им самого господа читания чила правопада пишет особенно важным в этом стихе является слово правопада которым назван здесь шри читание махапрабху шрила баксан сарасвати такур правопада комментирует его следующим образом шри читание махапрабху это сам шри кришна верховная личность бога и все его слуги увеличает его правопады это имя означает что у его лотосных стоп нашли прибежище многие праву чистому вайшнаву обращаются как праву именно так следуя правилам вайшнавского этикета называют друг друга вайшнавы если у лотосных стоп одного праву нашло прибежище много других праву его именуют правопадой шри нитянанду праву и шри адвайту праву также называют правопада что читание махапрабху шри адвайта прабху и шри нитянанда прабху все они относятся к категории вишну татвы то есть являются верховной личностью бога господом вишну поэтому все живые существа пребывают под сенью их лотосных стоп господь вишну это вечный господь каждого а представитель господа вишну его доверенный слуга для вайшнавов-неофидов такой представитель господа играет роль духовного учителя вот почему духовного учителя почитают наравне со шри кришна читании или господом вишну и именует он Вишнупадой или Праупадой. В нашей традиции именем Праупада называют выдающихся личностей, выражая им почтение. Такими были шесть Госвами, а затем столетия спустя Шрила Бхасна Сарасвати Такур. Это имя таким образом ставит основателя Искон в один ряд с немногими выдающимися личностями. Более того, обращение Шрила Праупада в отношениях между гуру и учеником указывает на глубокую и особую близость двух личностей и сходство их достижений. Почти через год после разговора с Говинда Даси журнал Back to Godhead от 18 апреля 1969 года выделил целую полосу под заголовком Праупада для описания титула. Потом имя Праупада появляется лишь в 25 выпуске сентября 1969 года. Но после этого подобная практика быстро становится нормой. В 27 номере без даты имя Свами Джи употребляется на страницах Back to Godhead в последний раз. Выше мы уже описали хронологическую последовательность ключевых шагов или этапов формирования Искон под наблюдением Шрила Праупады. То есть первое — это учреждение организации под названием Международное общество сознания Кришны. Второе — присвоение титула Праупада основателю Искон. Ещё три существенных элемента появилось в структуре Искон к началу 1971 года. К ним относятся дальнейшее присвоение Праупада титула основателя Ачария. Четвёртое — создание руководящего совета GBC. Пятое — приобретение земли в средам Майяпури или для открытия там всемирной штаб-квартиры Искон и церемония закладки камня в основании храма ведического планетария. Все эти основные признаки Искон были сформированы его Ачарией-основателем. Так, есть что-то? Хотите что-то обсудить или дочитаем ещё немножко? Как вы, нормально воспринимаете? Интересная история. Да, очень. Да, давайте ещё тогда. Дальше Ачари-основатель называется по заголовку. Это всё комментарии вот к тому тексту, который мы сегодня, кускуй вот этого вот блока, который мы прочитали. «Прошло некоторое время, прежде чем этот высшей степени весомый титул Шилы Праупады обрёл надлежащую известность. Когда это произошло в 1970 году, титул Ачария сам по себе уже воспринимался неадекватно и даже оскорбительно. Однако очевидно, что Шила Праупада с самого начала знал, чего он хочет. В первое время, сразу после учреждения ИСКОН в 1966 году, в заголовке личного бланка Шилы Праупады, его должность указывалась просто «Ачария с вами Ачеба Активиданта». Это сразу после учреждения ИСКОН в 1966 году. Строка «Ачария Ачеба Активиданта с вами» также стала известна общественности благодаря знаменитой листовке «Оставайтесь на высоте», напечатанной в сентябре 1966 года. Если взять выпуски журнала «Бэкту Готхи» первых лет, то мы нигде не обнаружим официальных писем или колонок с выходными данными, которых бы имя Шилы Праупады сопровождалось указанием на его положение в ИСКОН. Кроме двух довольно ярких исключений. Во втором от 12 сентября 1966 года и четвертом от 15 декабря 1966 года номерах. По типичной разрядке, формату и стилю этих фрагментов ясно ощущается направляющая рука Шилы Праупады, что делает несколько загадочным полное отсутствие подобных текстов в других местах. Во втором и четвертом номерах «Бэкту Готхит» на внутренней стороне обложки почти на всю страницу напечатана фотография Шилы Праупады. Это две разные фотографии на фоне крупного вяза в парке Томпикс... Томпикс... Томпкинс... Сквер, иллюстрирующие статью из газеты «Другой Ист Вилледж». Над каждой фотографией опубликованы слова «Его божественная милость, они же с вами Аче Бхактивиданта, Ачарья Основатель Международного Общества Сознания Кришны». После этих двух ранних выпусков титул «Ачарья Основатель» исчезает, появляясь вновь только в 28 номере в конце 1969 года. В выпуске 1969 года фотография Шилы Праупады занимает всю первую страницу, оставляя место лишь для надписи «Шиши Мат, Аче Бхактивиданта Свами, Ачарья Основатель, Искон и Величайший Представитель Сознания Кришны в Западном мире». Однако после этого проходит ещё почти год, прежде чем мы снова увидим подобное отображение титула Шилы Праупады. И уже с 36 номера, имеется в виду номера журнала «Бэкту Годхит», в конце 1970 года, вводится регулярное стандартное представление Шилы Праупады, такое, каким мы привыкли видеть его сегодня. Его прототип запечатлён в первых двух номерах «Бэкту Годхит», большая фотография Шилы Праупады и над ней указание имени и полный титул. Его божественная милость Аче Бхактивиданта Свами Праупада, Ачарья Основатель Международного Общества Сознания Кришны. Несмотря на то, что потребовалось некоторое время, чтобы слово «Ачарья Основатель» вошло в регулярное употребление, совершенно ясно, что Шила Праупада очень давно хотел этого. Тех представлений Праупады, как Ачарья Основателя, в трёх ранних выпусках журнала, конечно, мало, и они нерегулярны. Тем не менее, все три столь точно придерживаются общего образца, словно следуя издательской инструкции, что за этим нельзя не увидеть направляющую руку Шила Праупада. Серьёзный кризис 70-го года, подробнее описанный в примечании, заставил Шила Праупаду предпринять решительные коррективные меры для укрепления своего движения. Одной из таких мер было установление строгого стандарта соблюдения титула Ачарья Основатель Искон. Поступая таким образом, Праупада хотел донести до всех последователей движения необходимость углубления и укрепления нашего понимания его положения в Искон. Почему это столь важно? Потому что от этого зависит духовная сила Искон. В начале Искон держался исключительно на духовной силе Шила Праупады. Следуя его указаниям, ученики, хотя неопытные и колеблющиеся поначалу, получали от Шила Праупада его силу. Фактически с помощью одних учеников-неофитов, успешно представлявших его, в 1971 году Шила Праупада распространил сознание Кришны по всему миру. В дополнение к растущему числу храмов в Северной Америке были открыты центры Искон в Лондоне, Париже, Гамбурге, Токио, и движение набирало силу. Как Шила Праупада смог сделать это? Лелея наставлению своего духовного учителя, как свое величайшее сокровище и безоговорочно служа этому наставлению, Шила Праупада обрел полномочия в одиночку, без посторонней помощи продолжить движение Харе Кришна именно с того этапа, на котором остановился Шила Бхасан Сарасвати Такур, а затем распространить его дальше с той же решимостью и энтузиазмом, которые переполняли его собственного духовного учителя. Поразительно, но цель, ради которой в течение почти двух десятилетий объединялись коллективные усилия великой организации, была достигнута всего лишь одним представителем Шилы Бхасан Сарасвати Такура, действовавшим в одиночку. Так Шила Праупада сам познал и доказал в действии огромный потенциал ученичества и служения. Казалось, будто благодаря одному лишь настроению служения духовная энергия Гаура Шакти непрерывно продолжала функционировать, плавно перетекая из одного инструмента, желающего действовать в другой. Теперь задачей Праупады было привить то же искусство духовного служения своим ученикам. В случае успеха они, в свою очередь, будут передавать это искусство дальше, как живое культурное наследие искон. Если его последователи смогут усвоить наследие Праупады и быть достойными его, развивая его так же, как делал он, то есть придерживаясь принципа совместного служения во всех своих действиях, то его роль Ачарьи-основателя будет исполнена. В тот же период Шила Праупада удовлетворил просьбу, исходившую от некоторых учеников, почитать своего гуру при помощи особой или личной пранама-мантры. Как правило, эта задача поручается компетентному ученику сочинить такую мантру в честь своего гуру Девы. Поскольку в то время никто из учеников Шила Праупада не был достаточно сведущ духовно и не знал санскрит достаточно хорошо, Праупада оказался в неловком положении. Ему пришлось составить самому себе пранама-мантру. В результате Праупада описал нам самого себя, что он о себе думает и как он хочет, чтобы мы помнили о нём, поднося ему ежедневные молитвы. Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прочарине, Нирви Шешешу Невади, Пасчатья Деша Тарине. То есть вот эту пранама-мантру вторую Шила Праупада написал сам. Ученики однажды спросили, Шила Праупада, вот в акцент Сарасвати есть дополнительный пранама-мантру у других учителей. Почему у вас нет дополнительной пранама-мантры, которая бы описывала вашу миссию, чтобы мы могли медитировать на неё? И Шила Праупада, он помедитировал и через некоторое время дал преданным вот эту пранама-мантру. Это тоже для нас ценно очень, потому что Шила Праупада в ней выразил всю свою миссию. Шила Праупада хотел, чтобы его помнили как Сарасвату, то есть в связи с его духовным учителем. Сарасвата — это его отчество, означающее сын или ученик Бхасистанты Сарасвати. Праупада объясняет в читании Шритамрити, будучи членами движения сознания Кришны, мы принадлежим к семье или ученической преемственности Сарасвати Госвами, и потому мы называемся Сарасватами. В связи с этим, выражая почтение духовному учителю, мы называем его Сарасвата Дева, то есть членом семьи Сарасвата. Итак, его имя в данной программе мантры — это имя его духовного учителя, преобразованное в имя Шилы Праупады с помощью двух грамматических приемов — замены окончания и превращения первого А в А долгое. Таким образом, имя Сарасвата подчеркивает глубокую близость между Шилой Праупады и его учителем и показывает, что достижения сына, осуществленные от имени отца, принадлежат отцу, то есть его родителю и наставнику. В этом случае сын представляет или репрезентует отца в буквальном смысле английского слова. Репрезентовать означает репрезентовать, заново презентовать, то есть заново представлять. Пранама мантры Шилы Праупады характеризует его как того, кто распространяет Прочарина учения Господа Читани, Гауравани на Западе Пащатья Деша. Он достиг цели, на которую были направлены все силы Гаудио Матха, сумевшего всего лишь ухватиться за эту цель в Европе в 1933 году. Если бы Гаудио Матху удалось осуществить свой замысел, открыв храм в Лондоне, Бахстан Сарасвати Такур обязательно сам поехал бы на Запад. В силу обстоятельств и его намерения тогда не довелось осуществиться. Но, несмотря на это, в свой час у него появился один верный Сарасвата, который исполнил желание его сердца. Имя Сарасвата Дева означает, что тот, кто носит имя, является продолжением Сарасвати Такура, но в другом облике. В этом облике Бахстан Сарасвати Такуру удалось исполнить своё желание. Тогда Шила Праупада, его самый верный слуга, понял, что цель достигнута, и её имя Международное Общество Сознания Кришны. Он принял на себя титул Ачарья-Основатель. Этот решительный, уверенный шаг Шила Праупада свидетельствует о том, что он очень хорошо понимал, этот титул знаменует успех Бахстан Сарасвати Такура в утверждении Сознания Кришны как Всемирного Движения, успех, которого он добился через своего Сарасвату. В пранамамантре Шили Праупаде признаются два вида достижений — широкое распространение предного служения Верховному Господу и опровержение нигилизма и имперсонализма. Таковы были цели Гаудиоматха, которым руководил Бахстан Сарасвати Такур. Такими же были достижения, отличавшие Сампродая Ачарьев. Удивительно, что Шила Праупада сумел признать собственные достижения и без тени гордости принять соответствующие почести. Очевидно, что в какой-то момент он осознал, несмотря на все препятствия, он сможет выполнить наставление своего духовного учителя. Шила Праупада понял, что он уполномочен. Естественная особенность духовной психологии, характерная для великих премных и святых, такова, что вместе с ощущением уполномоченности неизбежно возникают глубочайшие смирения. И чем больше полномочий им предоставляется, тем смиреннее они становятся. Подобное сочетание великих достижений с огромным смирением выходит за рамки опыта обычных материалистов. Им такое и не снилось. Когда в ответ на усилия Шила Праупада к нему стал приходить ощутимый успех, он преуменьшал свои заслуги, воздавал должное другим, испытывая при этом благодарность. Во время нескольких памятных событий он раскрыл свое сердце на публичных выступлениях. Например, выступая перед учениками, которые собрались в Лондоне 22 августа 1973 года на празднование его в Ясапхуджи, Шила Праупада сказал, «Всякий, кто связан с нашим движением, необыкновенное живое существо». На самом деле он освобожденная душа. И я очень надеюсь, что мои ученики, которые сейчас участвуют в моем движении, не оставят его, даже когда я умру. Я очень надеюсь на это. Мой гуру Махараджа, его божественная милость, Бактестанта Сарасваде и Госвами Праупада тоже пытался отправлять своих учеников проповедовать учения читаний в западном мире. На первой же встрече, как вы, возможно, знаете, он попросил меня проповедовать. В то время я был молодым человеком, мне было всего 25 лет и я был семейным человеком. Конечно, я должен был сразу присоединиться к нему и немедленно исполнить его желание, но из-за своей неудачливости я не смог сразу выполнить его приказ. Однако в глубине души я всегда помнил, что должен сделать это. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Я выполнил свой долг в возрасте 70 лет, не в 25. На самом деле я потерял так много времени, теперь я это понимаю. наставление пришло, когда мне было 25, но я начал его выполнять лишь в возрасте 70 лет. Однако я не забыл его, в противном случае как я мог бы его исполнить, это факт. Я просто искал способ, как это сделать. Так или иначе, хотя я начал очень поздно, в 70 лет, с помощью моих учеников это движение набирает силу и распространяется по всему миру. И поэтому я должен благодарить вас. Все произошло благодаря вам. Это не моя заслуга, это ваша заслуга. Вы помогаете мне в исполнении наставлений моего гуру Махараджи. В том же году в Лос-Анджелесе в день ухода своего духовного учителя Шила Праупада более эмоционально повторил эти слова. Итак, постепенно я привязался к деятельности Гаудио Матха и по милости Кришны в моем бизнесе дела шли не очень хорошо. Да, Кришна говорит, если кто-то на самом деле хочет быть преданным Кришне, но в то же время сохраняет своей материальной привязанности, то Кришна забирает у него все материальное так, чтобы тот на сто процентов начал зависеть от Кришны. Так и произошло в моей жизни. Я был вынужден присоединиться к движению и взяться за него очень серьезно. И мне снился один и тот же сон. Вахстан Сарасвати так узвал меня, пожалуйста, идем со мной. Так что я иногда с ужасом думал, о, что это? Я должен отказаться от семейной жизни? Вахстан Сарасвати Такур зовет меня? Я должен принять Саньясу? О, я был напуган. Но я видел несколько раз во сне, как он звал меня. Так или иначе, по его милости, я был вынужден отказаться от моей семейной жизни и от моей, так называемой, деловой жизни. И он так или иначе повел меня по пути проповеди его послания. Так что сегодня памятный день. Я пытаюсь исполнить его желание, и вы все помогаете мне в этом. Поэтому я должен благодарить вас. Вы, представители моего гуру-махараджи, Шила Парупада начинает плакать в этом месте, потому что вы помогаете мне исполнить его наставление. Когда индийцы прославляли Шилу Парупаду, признавая в нем волшебника и чудотворца, он отрицал наличие у себя каких-либо особых способностей. Выступая 9 января 73-го года в Бомбее, он высказал свое мнение по этому поводу. Нет, мы не должны гордиться. Я, о, я совершил чудо. Почему? Иногда люди воздают мне почести. С вами же вы совершили чудо. Я не чувствую, что я совершил чудо. Что я такого сделал? Я не волшебник, я не знаю, как творить чудеса. Я просто представил Бхагавадгиб такой, какая она есть. Вот и все. Если есть какая-то моя заслуга, то она только в этом. Любой может сделать это. Есть Бхагавадгита, и любой может представить ее такой, какая она есть. Так произойдет чудо. Я не волшебник, я не знаю приемов магии, и у меня нет йога-ситх. Моя единственная заслуга в том, что я не хочу примешивать к чистой Бхагавадгите какое-либо мошенничество. Вот и все. В этом моя заслуга. И все. Если какое-то небольшое чудо и было сотворено, то оно основано только на этом принципе. Вот и все. Арея Кришна. Не знаю, там дальше идет еще один раздел. Мне кажется, уже много, наверное, сегодня. Так, что-то хотите еще обсудить или так у нас дальше будем. Если нет вопросов, будем действовать по вашему плану, Махарач. У нас впереди вечность. Я думаю, лучше завтра мы продолжим, потому что много информации на сегодня. сегодня были важные такие моменты, где объяснялось, каким образом собственно Шила Парупада пытался сначала возродить миссию, которая была основана его духовным учителем и занять скромное просто положение такого слуги под руководством своих духовных братьев. Но это не получилось. Потом Шила Парупада начал уже реализовывать план воссоздания новой организации. Вот. Дал ей вот это имя Международное общество сознания Кришны, которое точности выражает вот эту идею Вишва Вишнава Раджа Сабхи. Вот. И титул Шила Парупада взял тоже. На самом деле Шила Парупада чувствовал себя фактически как продолжение своего духовного учителя. такое настроение во всем смирении это делал. То же самое время он был полномочен это сделать. Он чувствовал это так. Получал руководство. Сделал такие смелые шаги. Но это было нужно чтобы утвердить миссию. Если бы Шила Парупада этого не сделал, то сейчас непонятно что было. Спасибо.